Таисия Алексеевна Жертвы, как правило, выбирают доверчивых пенсионеров. Схема проста. Звонивший представляется сотрудником милиции и говорит, что с внуком или сыном произошла беда. Попал в ДТП, сбил человека, подрался. И предлагают урегулировать конфликт за определенную сумму. Деньги просят перевезти на банковскую карточку. На каждой махинации жулики зарабатывают от 5 до 20 тысяч гривен. За редким исключением обман удается. Психолог Сергей Дячук объясняет, почему схема срабатывает. В ночное время сразу вопрос о деньгах, дефицит времени. Решение вопроса дается час, а то и меньше. Как правило, преступник старается держать на связи жертву, потенциальную жертву, чтобы не дать ей возможность перезвонить. Все зависит от поведения потенциальной жертвы. Избежать печальных последствий можно, воспользовавшись несколькими рекомендациями психологов. Максимально пытаться успокоиться. Позвоните, кто может быть рядом с ними, его коллеги, жена, его дети или его родители, с кем он может быть рядом, который может дать к вам какую-либо информацию о том, где он есть на самом деле. Если звонящий добродетель не называет точное местоположение задержанного родственника, стоит задуматься о чистоте его намерений и самому позвонить в милицию.